Салат Оливье, Дед Мороз и Рязановская ирония судьбы. Всем знакомые символы Нового Года. Постойте, но какой же праздник без главной новогодней красавицы? В Перми на Эспланаде в первый день зимы сотни людей собрались, чтобы отметить день рождения Пермской Ёлки. Настроение отличное, Новый Год уже чувствуется, да. Еще у ребенка у меня сегодня день рождения, нам сегодня три года. То есть для нее это, мне кажется, вдвойне какой-то праздник. Кто-то перетягивал канат, кто-то следил за огненным шоу, но, а кто-то сыграл в гигантский твистер. Ледовый городок здесь появится уже 30 декабря. Символический старт стройки дал глава города Игорь Сапко. Именно с этой секунды, с этой секунды началось строительство Ледового Городка. В этом году зодчие Ледового Городка будут творить на тему Пермь Великая. Здесь на Эспланаде предстанут главные символы и памятники нашего региона. Новшество Городка этого года. Рядом с ледовыми скульптурами расположатся торговые ряды. Здесь пройдет рождественская ярмарка. Впрочем, пока все внимание приковано только к новогодней еле. Ждем, когда загорится елочка. Кричали громче всех. Елочка не загорелась. Будем еще кричать. Раз, два, три. Елочка горит. Громче. Давай, давай. Еееее. Совсем скоро преобразится и в целом весь город. Мы украшаем нашу любимую Пермь. Появляются красивые подсветки. Интересная иллюминация. Я убежден, что то новогоднее настроение, которое мы начинаем создавать уже сегодня, обязательно будет всеми нашими пермяками востребовано. Свои ледовые городки скоро появятся во всех районах Перми. Помимо этого, уже вовсю прорабатываются праздничные программы городских и районных мероприятий.